Друзья, ну вот если мы рассмотрим акции стального сектора, Северсталь, НЛМК, ММК, сегодня должен обратить внимание, вот из этих трех акций НЛМК очень сильно выкупали крупные игроки, вот по цене 125 очень много сделок было, вот по Северстале сделок крупных игроков, по крайней мере те, которые я вижу, их было меньше, но они были, и по ММК его очень мало выкупали. Поэтому, что я хотел сказать, вот у всех этих трех бумаг, у них картина, ну в чем-то схожа. То есть сейчас вот было падение и находится внутри таких вот канальчиков бумажки. То, что касается Северстали, я думаю, здесь наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни. Ее вот на 890 сюда вот отгонят наверх, вот и соответственно отсюда, если начнется рост объемов, она пойдет на 900. Если пробьет 900 на растущих объемах, то может быть заход на 930, вот, но пока вот это движение под вопросом. То есть здесь вот с учетом того, что крупняк не очень активно выкупал, видится вот движение на 890 и отсюда вниз, назад. Или отсюда движение на 900 и отсюда вниз, вот сюда вот назад. Вот, ну, соответственно, если она уходит завтра прямо сразу ниже 860, пробивает на повышенных объемах, то высока вероятность похода на 725 туда вниз. Ну, я думаю, здесь, наверное, все-таки наиболее вероятно это движение вот сюда вот вверх или на 900. Ну, то есть она будет вот в этой поторговочке находиться. Сначала сюда, возможно, сюда и потом вот к нижней границе. То, что касается НЛМК, здесь ситуация схожа. Ну, вот, единственное, из-за того, что очень много было сделок, как мне видится, крупняка, ее могут даже кратковременно вот на 129 задрать. То есть, по крайней мере, у нее вероятность такого движения, отскока, я думаю, больше, чем у Северстали, вот выйти за этот канал или у НЛМК. Вот, поэтому вот эта бумажка, она может, скажем так, задер какой-то показать в ближайшие дни. Ну, вот опять же, вот у нее есть верхняя граничка. Если она эту границу будет пробивать, объем будет расти, скорее всего, она пойдет вот сюда вот на 129. Если здесь объем будет падать, она, вероятно, отразится и останется торговаться в этом канале. А пробитие 124.3 на растущих объемах, ее, скорее всего, будет вот сюда вот на 112 уводить. Так, ММК, магнитка. Вот, ну, смотрите, она внизу нижней границы закрылась. Много сделок, в том числе крупных, на продажу этой акции. Вот, ее не сильно выкупали сегодня, во второй половине дня, по крайней мере. Вот, и поэтому здесь, ну, если вот она продолжает движение вниз и объем растет, то, скорее всего, ее вот вытеснят на 33.46 вот сюда вот. Вот, соответственно, если завтра откроемся и объем, она начнет отрастать, или объем здесь при торговле будет падать на вот этой красной линии, то, скорее всего, ее выкупят и она вот сходит сюда. А здесь обратная ситуация, точнее, схожая ситуация. Если объем здесь падает, то, вероятно, она будет отражаться и уходить в этот диапазон. Если объем растет, то, может быть, ее на 39.3 вот сюда вот загонят. Но, с моей точки зрения, по ММК, вероятность выхода в верхнюю границу в ближайший день-два, она очень мала. Больше вероятность торговаться в диапазоне и есть определенная вероятность ухода вниз. Вот, по НЛМК, скорее, его вот сюда вот отправят, или он в этом диапазончике останется. Вот, и по Северстале, наверное, ее вот в этом диапазоне наиболее вероятно будут гонять вот от 865 до 890. Так, это стальной сель. Дальше ритейлер Магнит. Вот, смотрите, вот сегодня, если дневной график наблюдать, здесь образовалась вечная разворотная формация на растущем объеме. Вот, но до этого он тоже рисовал много таких моделей аналогичных, и, тем не менее, он не развернулся. Поэтому вероятность то, что он не отпадал, она есть. Тем более, значимые уровни, которые находятся внизу, он так и не отработал. Но, тем не менее, если мы посмотрим часовой график, то здесь, в целом, разворотная формация начала вырисовываться, объемы растут при росте и так далее. Вот, здесь очень важно движение, если будет на 3300. Вот сюда вот. Если она сюда придет, у нее начнут расти объемы, и она будет проторговываться или дальше расти, то высока вероятность того, что вот этот даунтренд, он закончился. По крайней мере, локально. Вот, и акция будет восстанавливаться. Но, если она вот здесь вот не удержится, или сразу завтра пойдет вниз, то тогда наиболее вероятный сценарий – это продолжение поступательного движения вниз на 2872 первая цель. Так, это то, что касается магнита. Дальше Яндекс. Вот, смотрите, Яндекс сейчас зажат у нас в диапазоне. 1965-2000. Вот, соответственно, если пробой на растущем объеме верхней границы, то ее могут увести на 2110. Вот, если она здесь удержится и начнет объем расти, то вероятно, ее могут и вот сюда, вот назад, на 2251 и выше. Вот, соответственно, пробой вот этой границы ее ведет на растущем объеме, ее ведет на 1900. И пробьем 1900, ее уводит туда совсем вниз на 1300 и далее. Вот, я думаю, сейчас, наверное, скорее всего, она какое-то время наиболее вероятно вот здесь поторгуется. Может быть, ее даже вот сюда задерут. Но навряд ли ее будут восстанавливать до прежних значений. Скорее всего, вот этот диапазончик может быть вот сюда вот. Вот, но я думаю, с учетом того, как за нее взялись законодатели, эту акцию будут просаживать сильно вниз. То есть, как вариант, мы в этом году можем и 1300 увидеть, если особую прыть по принятию ограничивающих законов проявят. Так, но здесь интересно то, что у нее большой объем, оборот большой. Правда, вот у нее волатильность падает. Вот, но падение волатильности, оно может быть связано с каким-то задергом вверх или вниз. И это можно, соответственно, использовать в свою сторону, для того, чтобы заработать деньги на ней. Так, МТС, дневной график. Ну, вот, я думаю, что она на ближайшее будущее, там, недели, не знаю, там, месяц, скорее всего, она вот в этом диапазончике будет торговаться. Прошу прощения, 258,5, 268. Вот здесь вот она будет ходить, туда-сюда, вверх-вниз. Ну, если будет какой-то особый позитив или новогодний ралли, она закроет вот этот дивидендный гэп и, возможно, даже сходит на 2076 вот сюда вот. Но, я думаю, что вероятность того, что она пойдет на 276, она меньше. Скорее всего, она в этом диапазончике 258,5, 268 будет торговаться в течение месяца, я думаю. Так, Алроса. Ну, вот, по Алросе, если смотреть дневной график, здесь тоже возникла разворотная формация на растущем объеме. Вот, но, тем не менее, сама акция по ней очень негативный фундаментал. Я думаю, что даже если она сейчас будет отскакивать, но у нее достаточно поличный оборот, она ликвидная, все равно как бы ее будут давить, и она будет на 53 и ниже уходить. Потому что, ну, объективно, очень много фундаментала, говорящего о том, что акция должна падать. Вот, если мы посмотрим часовой график для каких-то локальных идей, здесь можно увидеть, что вот у нее ближайшая цель – это 71,71,3. То есть, если на рынке сохраняется позитив, скорее всего, акцию догонят до этого значения 71,73. И дальше, скорее всего, она будет возвращаться вот в этот диапазон 67,8,70. Вот сюда вот. Ну и, соответственно, пробой вот этой красной линии на растущем объеме ее уйдет на 53 туда вниз. Краткосрочно, думаю, она вот сюда отскочит. Среднесрочно вот в этом диапазончике сохранится. Вот, ну и в перспективе, я думаю, будут давить вниз туда. Так, это Алроса. И у нас осталось… Газпром нефть был вопрос. Ну, смотрите, вот у нее, по-моему, 16-го последний день торговли, а потом отсечка. Вот. И, соответственно, отсечка там, по-моему, 18 рублей у нее акция завтра-послезавтра. То есть, она гэпонет на 404 вот сюда вот, к нижней границе вот этой проторговочки. Вот. Ну и потом, если будет позитивная динамика на рынках, на американском рынке по нефти, то, соответственно, она, наверное, вот где-то вот в этом диапазончике. Там 395-405 проторгуется и потом будет восстанавливаться до своего предыдущего канала. Это 400-423 вот сюда вот. Вот. Ну, а, соответственно, если нефть будет валиться, то увидим, что она перейдет в более широкий канал предыдущий. Это вот у нее 328-400 вот сюда вот. Вот. Ну, бумага, с одной стороны, дивидендная, с другой стороны, она для торговли, по-моему, у нее не очень высокая ликвидность. Давайте посмотрим. Так, Газпром нефть. Газпром нефть. Ну, да, ее вот на первой страничке нету, и поэтому, наверное, ее имеет смысл держать только как дивидендную бумагу, потому что ликвидность у нее, она все-таки не столь высока. Вот. Ну, такое мы видение по этой бумажке. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...